У бабушек на лавочках в Чебоксарских дворах сегодня будет новая тема для обсуждения. В нескольких городских дворов заглянул глава столицы Чуваши Леонид Черкесов. Посмотрите налево, там новая детская площадка. Посмотрите под ноги, там новый асфальт. Такую своего рода экскурсию Леониду Черкесову устроили по первому адресу маршрута в одном из дворов на проспекте Ленина. Итого, значит, полностью на эту территорию затрачено 3 миллиона 400 тысяч рублей. Вот эти работы выполнены в срок и качественно. В Чебоксарах программы по благоустройству дворов действуют не первый год. Так что качелями и каруселями столичного главу давно не удивить. И за белым заборчиком всех недостатков не спрятать. Я недоволен, я выскажусь. Претензии можно, значит, если говорим комплексно, вот если посмотреть, вон пеньки торчат. Не должно быть. Детская площадка, безопасность. А здесь со стороны качества асфальта должно надо смотреть. Не должно быть недостатков. Иными словами, прежде чем хвастаться, хорошо бы все довести до ума. Вот мы говорим, что здесь благоустроили. Вот смотрите, входная группа надо благоустраивать. Надо делать козырьки, значит, тоже надо ремонтировать. Такой подход называется комплексным. Именно его при благоустройстве дворов берут за основу. К претензиям главы жители добавили свои пожелания. У нас постройку постройку старый дом. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы нам сделали у крыши металлическую окантовку. Потому что она на кружево похожа. У нас крыша с кружевной окантовочкой. А когда сосульки сбивают, читайте, пообивают всю крышу. Так или иначе, в основном ремонтом жильцы довольны, говорят, стало намного лучше, чем было. И управляющая компания старается. Кстати, чтобы попасть под программу по благоустройству дворовых территорий, постараться пришлось и представителям местного ТОСа. Так что, в некотором смысле, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы составляем список, потом согласовываем с депутатами, в том числе и по обращениям жильцов. Обращения жильцов практически круглый год. Они идут к нам, мы изучаем, выезжаем на место. И, естественно, те дворовые территории, которые, естественно, требуют ремонта, мы в первую очередь включаем в их список. Если в данном дворе пеньками недовольна осталась голова, то пеньками по проспекту Ленина недовольны многие чебоксарцы. По другой причине. Какие красивые тут были липы, сетуют прохожие. Городоначальник успокаивает зелень, городу вернут. Да еще и с процентами. Липы по улице Калинина появились, по магистрали. Липы по тракторостроителям. У нас в этом году 12 тысяч деревьев и кустарников мы сажаем. В этом году по городу переживать не стоит. Но и здесь тоже озеленение, благоустройство будет. Для того, чтобы расширить проезжую часть и перенести коммуникации, пожертвовали, конечно, не только липами. Впрочем, цветы и деревья посадят заново. Но расширение дороги существенно облегчит движение в городе, обещают специалисты. Мы ведь создаем благоприятные условия для жителей. То есть меньше выбросов, машины не стоят, меньше выхлоп. Соответственно, те же самые граждане, которые проживают в этих домах, должны все-таки пользу от этого ощутить. В скором времени пользу должны ощутить вообще все чебоксарцы перекрестков, где расширят проезжую часть на данный момент в городе 6. Кстати, о безопасности. На перекрестке улиц Гагарина и Петрова так и просится надземный пешеходный переход. Подытожил Леонид Черкесов.